Друзья, мне будет очень хороший опыт субботниками. Пожалуйста, просто обозначайте, не обижайте своего партнера какими-то неестественными, не то что даже ударами, а движения. Это не толчок, не старайтесь делать удар. Поэтому сейчас подложки вот так и ставим. Да-да-да-да. Я стою на носочках, вот в этом положении. Называется ки-за. Ки- ваша ки-за. Ки-за, ки-за. Вот когда вы начинаете надавить, либо вы эту точку проходите, делайте уки. Те, кто постарше, можете за эту точку вставать. Те... 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 Стоять на карьеру ставится как-то. Ставь скорее. Чуть мягче. Пет шуме, потом провал. То есть ваш провал идет именно в провал. Но это не значит, что вы должны его тоже имитировать. Пожалуйста, ваша защита, локти сужены. Если я буду так вот вывалить, я сам буду отталкиваться. Вы его прилимаете и пропускаете. Поэтому дистанция вытянутых рук, это начальный этап. Иначе занимает деревянную руку. Движение. Опусти. Стоп. Двигаешься на меня. Следующее движение. Разворачиваешься, опять меня выталкиваешь. Ну давай давай выталкиваем. Да почему он вытянет что-то? Уке. Это тот, который дает постоянную нагрузку человеку, который делает технику. Это не значит, что обмахает руками или падает перед ним сам на коленку. То есть если ваш уке слабый, ленивый, то и вы тренируетесь. Первое. Второе. Только стрессы надо не вставать. Первое движение. Второе. Первое движение. Второе. Первое движение. Второе. Первое. Движение. Первое. Ты не знаете, что после первоая движение أو вторая, третья, до десятого, должна выйти на установок. и Ваши руки опускаются вниз, защищается голова, вниз, защищается голова. Первое. Защити голову, опустили вниз. Защити голову, опустили вниз. Один. Опустили голову. Четыре. Двините также спину в руки. Здесь. Если мой партнер двигается к тем, кто постарше, там не подача. Обязательно опустите его вниз. Не встает. Вот эта рука и ваш центр. Тут должно быть рядышком. Не просто его оползнуть. Обязательно делать удержание. Два варианта. Встану и кондач. Отсюда еще нет. Теперь смотрите. Так вот, мы его виду, как ешь. Либо нога осталась, либо нога уже встала, хлопок произошел, а дальше давить нечего. Так? Поэтому, если тебе удержится ныну, раму, под шаг, стоп, поставь, поставь, ленинг, колено, скажи. Так, дай мне, вот, у тебя чуть выше, а вот тебе начинаешь уже ныть. Живаком, да, вот. Поэтому это вот как раз майя осталось. Теперь. Стоп, где-то контакт. Как раз. Дэто, вот, вставай. Выпрямляй ногу, чтобы постановочек не будет себя прямой. Теперь. Стоп, вставай. Направление. Если мой партнер от меня убегает, я перемещаюсь. Если он мне сопротивляется, тогда точку сопротивления я пытаюсь туда деть. Теперь из этого положения я убираю бедро. Пропускаю, и, стоп, нужно еще пока не падать. Вот еще, и убираю дистанцию. Если я, теперь, вторая рука атакующая, да, если я буду только с этой рукой работать, то мне будет не совсем хорошо. Поэтому я стараюсь, чтобы было нехорошо ей. Теперь движение партнера. Партнера. Обязательно вот это состояние, что вы сейчас будете, надо кровать. Раз. Ну, кормят. Чуть-чуть. Да-да-да. Пассай. Фиксируем вот таким образом, локоть. Маленько развернутый, и рука, вот эта часть, поднимите плечо. Теперь смотрите, поднимай плечо. Видите? Разница. Разверну, поднимите плечо. Одна рука, ей достаточно. Вторая, фиксируем, добавляем. Положение кинза. Да-да-да. Все, выше показалось, что я могу дотаняться. Все вообще хорошо. Единственное, пожалуйста, смотрите. Как только вы увидите, что вас атакуют вот так, ну, извиняюсь за подробности, ломайте колено. Ваше колено, вот такое, устойчивое. Как только колено будет вот такое, сюда удар, и оно выпадет. Особенно вот такое маленькое. Окей. Теперь следующее момент. Очень широкая стойка, учитывая, что я выше. То есть, когда у нас стойка вот удлиняется, мы становимся ниже. Поэтому ваша дистанция должна быть, эта коленда, это скандарт, в зависимости от вашего роста, но это я так уже не могу. Дима отца. Дистанция. Теперь, отсюда, как мы с вами делаем, либо в эту точку ухожу, либо в действую мое, либо в глядь, либо. Это мы то, что мы делали вчера. Сначала будем делать. Еще раз. Вот это перехол. Я ушел с линии атаки. Во всяком случае, не по лицу, да? Я использовал одну руку, как раз, если нельзя. Видите? Передняя. Перехват. Видно перехват? Теперь, теперь, опять же, не нужна задняя нога. Стоп. Нам нужна не в плане атаки, потому что если ты стоишь, я ее делю. Так, раз. Дистанция. Елена. Сморачивай. Раз. Елена. Раз. Раз. И теперь вот эту точку, куда вы пойдете, вы ее начинаете Не смог я сделать Куча кайта Но, еще раз повторю, вот это я показываю Не думайте за партнера в плане того, что он вам опять что-то должен Он будет с вами сотрудничать, если ему будет некомфортно Ваш партнер твердый, значит он статичен, значит он у вас не двигается За это он твердый Он мягкий становится только тогда, когда он стоит на одной ноге Чтобы не упасть, он становится мягкий Если он стоит очень хорошо, значит он двигается Два варианта Первый вариант сумятошек Второй вариант Перехват Перехват один и тот же Любой бросок, как я сейчас вот с мальчишками стоял Я думаю, я время от времени это говорю Это удар головой на землю Вашего партнера Мы с вами учимся в мягких, не быстрых перемещениях Внимать механику, биомеханику Свою и вашего партнера Вашего партнера Голова Я хочу ударить головой розы Это самый короткий формат выведения из равновесия Поэтому я их не покажу К этой точке И вот Эту точку хочу опустить Может быть, те, кто Бывают на семинарке Армян Кеменович Мы не смотрим И сам Я Раз И Опять Вы Не Должны Терять Бинскей Вот Это Вот Взгляд То же самое Касается Вашей стойки И Перенещайся Теперь Войсоль И Почему Дать И Опять По отношению к нему Другому Отслеживаем И Как только Своя душа сделает Своя душа Своя душа Все Финиш Мы увидели Глазами земли И с землей Встретились Даже внешне Были Хорошо Имитированные Состояния Потому что Втыкаться Сами понимаете Сотрясение Происходит очень быстро С чем это связано В первую очередь Что Ваш партнер Может быть Намного крупнее вас Бороться с ним Смысла нет Вам нужно Вымести его Из равновесия И Либо бросить Либо каким-то образом Заблокировать Так как мы сейчас Используем Бросковый тех Вы должны понимать Что Опустили голову Прижали Прям без удара Сейчас давайте Еще раз Пожалуйста Безопасный Лукемия Цумиадош И Кайтэнаги Не имейте партнера Кучи кайтэ Расшом и ночь Давайте сейчас Акрану Ваше движение Здесь Вы получите Техника Идет вот такая Акрана После этого Опять Стой Теперь Опять Стой Хорошо Стой Прям Камень Понимаете Что Здесь Ничего Не получится Ваше Состояние Ваше Перемещение Ваше Перемещение Должно Ведяно И Удобно Вот Видите Здесь Бифы Да? В ту сторону Здесь Бифы Ну Здесь Уже Сам Чего Больше Гороше Тай Хан Вполнитель На Семинах Да Тай Уже Э Hou Оставь Тай Дай Много Волоспи Тай 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 Очеред Хан Тай Тай На Тай 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 Наск invضili Второй момент, который опасный, отсюда. Забираешь ногу. Это как раз и действие. Таким образом мы работаем. Вот здесь спина наклонена, значит здесь я могу прогибать весом. Теперь опустим. Вот я его опустил, и здесь очень тяжело. Поэтому, смотрите, меняется стойка в направлении третьей ноги, так называемой. Вот здесь, знаете, какой сильный. Вот. Высый понятно? Да, давайте. И попропускать. Переход на, вот это мы делали из охвата запястья, а здесь переход. Вот эта точка здесь, здесь отсюда. Стой пока, стой, 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 стой. Опять эта точка. Выпринеси. То есть представьте, что вы из одного этого блока можете пойти в разные стороны. Это не куча приемов, это просто такой промежуточный формат, от которого вы на самом деле смотрите, как ваш партнер двигается. Это дистанция. Теперь клюй. Вот здесь она клюет. Когда вот здесь опускаю, опускаются ноги, а не спина. Ноги. Вот в этой точке вы можете сделать тенкан. Другой формат. Когда я зашел, двигаюсь с ними. Вот эту точку. И опять же защита. Защита у вас одна этаж. Руку забрал. Прогнул спину. Еще внизу. Пятки оторвались. Голова здесь. И вот из этого положения идет уже ушила. С чем это связано? Связано с отелью. С ударной техники. А потом уже идет. Здесь. И вот этот разворот. Он может именно быть. Бум. А потом вы добрый. Это дистанция. Вы должны четко понимать, как движется мой партнер. Поэтому движется партнер, когда вы его атакуете. Если. Я говорю. Ты расспрашиваете. Мне вообще айкидо применяли? Я говорю. Дальше атеми? Нет. Почему? Потому что нету привычки. Ну. Я встречался с такими. Которые. Они не успевали реагировать на атеми. Потому что в айкидо атеми. Они, если так можно сказать, скрытые. Они нету таких, что сейчас я буду убить. Все. Получается я ушел и встретил. Но вот это первое движение. Почему ваш партнер будет падать. Ну не в плане нокаута. А в плане того, что он начинает двигаться. Его центр тяжести поменялся. И вы можете его сдвинуть. Крупного, большого. Потому что вы взяли вот эту точку. И куда-то начали ее двигать. И он пошел весь за ней. Очень сложно двигать вот эту точку. Саму карту. То есть ее двигать. У мальчика полегче. Шаламочи Кокюхо. Для старших. Кокюхо. Котэгээси. Киэджи-джи-миасай. И соту кайта. Четыре. Кокюхо. Рядом. Оп. Кокюхо. Удар получился. То есть вот теоретично. Что, все две племени. Я хочу, чтоб мы делали куксуш введение из равновеси. вас должны просто переключиться. Почему? Потому что знания, которые были до занятия Айкидо, они сводятся к тому, что переборщики дай дальше. У кого-то есть такие физические данные, он так и продолжает это делать. У кого нет, они, как правило, включаются быстрее в пламя, что существует все-таки техника. Вот теперь смотрите, здесь первое, что я сделал, это понизил меня до своего уровня. Вот здесь ему могут легко делать. Для более старших они смогут. Поэтому первое, что мы сделали, это понизили своего партнера, выведение. Ты можешь крутиться сейчас. Вот это крутись, 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 крутись. А вот теперь поднимаются. И атака. Опять же мы работаем с головой. Нет необходимости работать с конечностями, потому что центр выведения из равновесия это все-таки вот эта часть. Сейчас вы будете работать в фронтач. Опять же. Теперь смотрите, вот здесь. И его атака продолжается, 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 колено. Бам. Перехват. Перехват. Эта рука прижимается к себе. Для чего? Если я ее не прижму, вставай. Он убежит. Теперь перехват. И после этого уже. Укей. Мне нужен укей. Если бы я хотел какой-нибудь там, не знаю, мешок использовать. Поэтому ты должен быть как кружина, двигаться, 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 двигаться. Вот это вот. Так, потому что вы чувствуете бордюра, как вы его видите. И вам дается две точки, чтобы вы понимали, когда они в клубе работают. Начинается все с того, что ваш партнер должен заглокировать руку. Можно еще раз. Просто идет атака, если захват. Если вы такой захват делаете, смело делайте никё, и чтобы ваш партнер тоже учился, что просто вас нельзя. Поэтому, когда из этого положения вас хватают, но хватать нужно не столько хватать, а прижимать мою руку к моему телу, когда происходит захват. Здесь я никого сделать не смогу. И второй момент, для чего это и откуда это пошло, было выхватывание мяча. Поэтому руку блокировали, чтобы она не смогла двигаться. После этого начинались движения, чтобы все-таки выхватить, освободиться. Брали вторую и забирали их. Поэтому движение здесь, движение здесь. Я сейчас не отдаю. Они у меня остались. Поэтому, если руки отдаются здесь, техника меняется. Но я просто переживаю, что мы сейчас по этому поводу очень глубоко уйдем. Нам нужно разобрать базу. Поэтому, руки оставьте здесь. Это более сейчас правильно. Теперь, давай на них разберемся. Мой партнер ко мне прижат. Если... Смотрите. Рука... Вот с таким... Теперь движи еще легче. Так, вот поднять я не смогу. Поэтому идут... Сначала идет запястье. Чтобы у него начали вращаться локтевые изгибы. После этого, я должен сбросить. Если я сбросил и работаю на руку, он освобождает одну, атакует меня сам. Одну руку освободил, атаковал. Ну, тут, нет, атаковал. Атаковал. Не бежал, а атаковал. Раз, два, Держи. Я тяну его на низ. Да. Айки атоши. То есть, если вы допустили, что у вас партнер вошел к вам в центр. А теоретически вы его так самих себе дотянули. Айки атоши. Айки атоши. Убрало. А вот теперь вы этой же ногой атакуете. Давайте, начнем с крепежа. Я сейчас все подсказки сказал для тех, кто будет ассистировать. Во-первых, делайте блокировку, делайте никё, если вам кажется, что вы можете сделать. Убирайте ногу, либо атакуйте ногу, если такая возможность появляется. Раз, два. Теперь смотрите, здесь он достаточно плотный, чтобы не поднимать руки. Один и первый нюанс. Начинаете вращаться корпусами. Потом поднимается, скажем так, задняя рука. Разворот вы в этот домик прошли. Теперь обратите внимание, на какой линии находятся мои руки. Они находятся на одной линии. Видно? Теперь я ухожу. Опять на одной линии. Переодвекусь в него. Видите, где я перехват сделал? Отверстие. Она сама освободилась. Вот она. У нас многое времени неоткому числе. Сверху собираются, рука напряжена, посмотрите, не обувься. Вот она, вот так вот руки стоят. Вот вы взяли, чтобы вам сюда ее поставить, вы отдадите. А что главное, что важное, вам нужно отметить, шумен. Это правильный захват, я бы не сказал он о захватом, я бы не сказал, что он блокирует. Вот эта рука, которая блокирует, которая хватает, которая держит дистанцию. Она подходит потом к переднему и ближнему плечу. потом вы его прижимаете. Отнеситесь как всем правилам, которые существуют, это я и про себя сейчас говорю. Вашу каркану должен собирать старший ученик. С чем это связано? Старший не в плане, что в четвертом, третий. Старший из белок, который двигается в пределах первого и второго. Чем это связано? Вот, чтобы они учились какому вязать, собирать ее. То есть, это сейчас вот то, с чем мы сталкиваемся. Это не для того, что слышь под замшем мои носки постирать. Я сам думаю, вы понимаете, что это не это. То есть, это есть определенный этап обучения на вашей каркане. Хорошо? Я помню. Так, я помню. У нас есть вот такой каркан. Что здесь такого веса? Когда происходит захват, вы должны атаковать. То есть, это не его двойной удар, взял удар. Но теоретически, может быть так. Как только происходит захват, вы сохраняете вот эту точку. Теоретически, вы защищаетесь именно от этого. Он держит очень хорошо. Центр. Что это все не очень хорошо? Я продавил. Здесь должно быть пронижение стойки, очень твердое состояние, которое дает высоту лейки. Вот. С этой точки. Вот и вот делается движение. Его делается шаг. И пока он ногу не поставил, я должен его вытеснить. Так вот. Омножилось. Я также очень твердое. Выбивая. Так и вот. Миклика. А теперь. Кашу. Это он. Он может быть. Он может быть. У вас две точки, значит, на две точки можете. И на руку, которая держит в контакт, и на руку, которая держит захват. Ура!